Иногда мне задавали вопрос, хотя и не так уж часто, так как вопрос не принципиальный, но все же, почему многие православные пастыри и монашествующие носят длинные волосы, тогда как апостол Павел в первом послании к коринфянам писал о том, что если муж растит волосы, то он тем самым бесчестит себя. И вот некоторое время назад мне попалась на глаза статья священного мученика Аркадия Стальского, как раз посвященная данному вопросу, и я хотел бы предложить вам некоторые выдержки из этой статьи. Вот что пишет священного мученика Аркадий. Сектанты, чтобы хотя бы в чем-либо обвинить православную церковь, указывают даже на то, что к делам веры уже никак не относятся. Так упрекают они православных пастырей в том, что те носят длинные волосы. Да это позор для них воскресают сектанты. Апостол Павел говорит, что если муж растит волосы, то бесчестит себя. Но, приводя настоящие слова апостола, сектанты поступают так, как они привыкли всегда поступать. То есть, из сей главы выбирают стих 2, толкуют их по-своему, а остальное опускают. Так точно они делают и здесь. Прочитав, что когда муж растит волосы, то это бесчестие для него, дальнейших же слов, а если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божией, этих слов сектанты не читают. Но эти-то слова и показывают, как относиться христианину к настоящему вопросу. В настоящем месте своего послания апостол как бы говорит, относительно ращения волос у нас такой порядок. То есть, обычай. Муж волос не растит, а женщина растит. Но если бы кто пожелал доказывать и делать противное, то мы с таковыми и спорить не будем, ибо не имеем обычая спорить в таких маловажных делах. Да и в самом деле, разве не маловажный вопрос – стричь или запускать волосы? Разве в этом вера? Разве в этом Царствие Божие? Царствие Божие – праведность и мир и радость во Святом Духе, а не длинные или короткие волосы. Осуждение же сектантами православных пастырей показывает, что у них сектантов Царствия Божия, правды и мира с людьми нет, ибо если бы у них это было, то никогда бы они не обращали своего внимания на то, что маловажное, о чем даже и апостол Павел спорить не хочет, ибо стрижение или не стрижение волос – не правило, а обычай. Обычай же носить некоторыми мужами длинные волосы – обычай не новый и не людьми заведенный, а древний, установленный Богом. Еще в Ветхом Завете Бог дал свое повеление, чтобы посвященные ему на заре и носили длинные волосы. В книге чисел вот что мы об этом читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым, и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его, до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назарее Господу. Свят он должен растить волосы на голове своей». Такими назареями были Самсон, Самуил, Илья и другие. Все они, в силу заповеди Божией, носили длинные волосы, как знак своего посвящения Богу. Подобно тому, как жена не стрижется и покрывается, по слову апостола, в знак власти над нею мужа, так точно и назарей не стриг волос в знак особой над ним власти Бога и своего особого ему подчинения и посвящения. Этот, Богом положенный благочестивый обычай назареев, перешел и в Новый Завет. Особо посвященные Богу новозаветные назареи, православные пастыри, стали растить волосы, помятуя свое особое назначение и имея примером всему апостола Павла, который носил длинные волосы, которые он снял только по-особому. Итак, братья, не смущайтесь сектантскими осуждениями православных пастырей за их длинные волосы. Недлинные волосы священников препятствуют сектантам быть в лоне православной церкви. Ведь есть и православные пастыри, которые стригут волосы, однако же сектанты и к ним не идут. И там, где православные пастыри с короткими волосами, там сектанты находят новые для них обвинения, следуя всегда одному и тому же своему правилу. Порази пастыря и рассеются овцы. Вот ответ священномученика Аркадия, на мой взгляд, вполне исчерпывающий. Я бы еще добавил то, что для христианина и прежде всего для священнослужителя важно, конечно, стараться уподобляться Христу. И, конечно, как мы знаем, Господь наш Иисус Христос, Он носил длинные волосы. В этом есть некоторые элементы и уподобление Христу, хотя, конечно же, не самые важные, не принципиальные. Но, тем не менее, мы хотим быть похожи на того, кого любим. Если кто-то вам будет задавать обсуждаемый вопрос, соответственно, вы знаете, что ему ответить. Ну или если вас озвученные ответы не устраивают, можете продолжить свои собственные изыскания. Я хотел здесь добавить только то, что, надеюсь, продолжить в таких вот коротких видео, знакомить вас с ответами наших новомучеников на вопросы, которые сохраняют актуальность и в наши дни. Благодарю всех за внимание и храни вас Господь!